В Славянском районе уже стало доброй традицией под Новый год вручать ключи от собственного жилья детям-сиротам. 2017 год не стал исключением. Новоселье в этом году отметят 11 ребят. Жилье приобретено благодаря программе «Дети Кубани», которая на территории края реализуется уже 8 лет. За это время в Славянске-на-Кубани было построено 6 домов, квартиры в которых получили 186 детей. Прекрасный дом построен в очень хорошем месте, рядом с храмом Александра Невского. Недалеко от парка. Отсюда рукой подать до детского сада, школы, стадиона, офиса врача общей практики. Во дворе нового дома, кстати, отлично благоустроенном, состоялась праздничная церемония. Новоселов от всего сердца поздравил глава Славянского района. Здесь есть буквально все для того, чтобы можно было комфортно проживать. Поэтому, дорогие наши дети, я вас всех поздравляю. Хотел бы, чтобы в этом жилье у вас образовались семьи, чтобы вам жилось комфортно, чтобы было все-все у вас, чтобы вы в итоге были счастливы. Славянский межрайонный прокурор Александр Фоменко пожелал всего самого доброго счастливым новоселам. А старший священник Свято-Успенского храма, отец Максим, подарил им иконы. От лица, получивших жилье, выступила Инна Задорожняя. Сегодня я получила ключи от новой квартиры. Радость переполняет мое сердце и душу. Спасибо большое за помощь, за поддержку. Это помогает нам быть счастливыми. И от имени всех новоселов я хочу искренне поблагодарить вас, Роман Иванович, за помощь судьбе детей-сирот. Очень важный и трогательный момент. Новоселы получают ключи от своих квартир из рук главы Славянского района. Затем состоялось перерезание красной ленты. Городными аплодисментами в этот момент. Лента перерезала, двери в новый дом открыты. Квартиры в новом доме действительно превосходные. Лидия Мавенко очень рада тому, что обрела собственное комфортабельное жилье. Я даже представить не могла, что квартира будет настолько хорошей, настолько комфортабельной и уютной. Я уже знаю, что где я поставлю, уже все распланировано, но внутри эмоции просто переполняют, если честно. Лидия сейчас студентка, но после получения диплома хочет работать в Славянске, создать свою дружную семью. Благо, квартира уже есть. Андрей Вишневский, Александр Косицын, Константин Монастыренко, программа «События».